Субтитры создавал DimaTorzok По-русски делать доклад, если тут нет англоговорящих. The last chance for English speaking. I'm gonna talk in Russian. Ну ладно, хорошо. Если никто не против, тогда давайте действительно по-русски. Мой доклад называется «Архитектура Elm в PureScript» или «Что делать несчастному перфекционисту?» Я хочу сказать, что для меня конференция – это не место, где читают лекции. Это место, где мы обмениваемся идеями, обсуждаем проблемы. И вот именно в этом ключе я хотел бы сделать свой доклад. Я бы хотел поговорить о том, с какими проблемами я встречаюсь, как я их решаю, какие я нахожу какие-то определенные выходы, тем более, что похожие проблемы встречаются у многих людей. Возможно, мой опыт вас как-то заинтересует. Соответственно, цель моего доклада – это заинтересовать вас технологией PureScript и конкретно библиотекой PureScript PUCS. Если кто-то из вас заинтересуется и захочет использовать ее в каком-нибудь своем хобби-проекте, я буду считать, что я свой доклад сделал не зря. Вот. Изначально я, конечно, хотел сделать доклад двойной с Никитой. Вот Никита. Мы хотели с ним вместе рассказать, как можно написать клон Твиттера одновременно на Клажуре и на PureScript и сравнить подходы. Но, к сожалению, в последний момент у Никиты что-то там не получилось, и поэтому я рассказываю свою часть, а Никита, возможно, свою часть привезет через год. Вот. Так. Еще одна большая просьба. Не откладывайте, пожалуйста, свои вопросы на конец доклада. Я бы предпочел, чтобы мы обсуждали все, что есть по ходу дела. Поэтому, ну, не копите. А если кто хочет потроллить, то тоже запросто. Давайте, не стесняйтесь. Да. Просто папирский годик. Нет. У меня просто месяц назад дочка родилась. Поздравьте меня. Вот. Спасибо. А есть еще сын, которому два с половиной годика. Поэтому я уже давно забыл, что такое спать по 7 часов. Так что по PureScript в ближайшее время, к сожалению, нет. Итак, ну, приступим. Значит, так. План. Мой такой план. Я расскажу, почему мне нравится PureScript. Что такое сигналы и каналы. Вообще, в последнее время, вот когда мы читаем про FRP, Functional Reactive Programming, мы постоянно видим такие упоминания, как сигналы, каналы, ивенты, экшены и прочее, прочее. Мне вот однажды, мне просто достало это все слышать и не понимать. Я решил разобраться, я разобрался, и я вам сейчас расскажу. Вот. Еще я постоянно слышал, что есть такой язык Elm. У Elm есть такая мега суперская архитектура, которая вот просто вот всем дает фору. Там все эти ангуляры, там реакты. Это все ерунда по сравнению с Elm. Я решил проверить, проверил. Вот. И сейчас тоже вам расскажу, что я нашел. Ну, и покажу в конце маленький клон Твиттера, который мы надеялись показывать вместе с Никитой. Итак, значит, когда мы начинаем писать какой-нибудь Single Page Application, значит, первое, что приходится делать, это выбирать какие-то технологии, на которых будем писать. Я даже не знаю, вот вам вообще нравится JavaScript? Вот. Поднимите руку, кому нравится JavaScript? Ага. Так. Ну, я тут смогу прятаться за тумбочку, когда будете в меня что-нибудь кидать. Вот. Потому что, например, я не особенно доволен JavaScript-ом, и мне много чего в нем не нравится. Например, вот это вот дикое обилие, там, вот этих вот технологий, да. Мы начинаем писать на JavaScript-е, и поехали. Значит, JavaScript-фигня, возьмем TypeScript, надо тут NPM взять, потом Angular 2, потом Babel какой-нибудь прикрутить. Через там полмесяца выйдет новая библиотека, Babel там или еще что-нибудь несовместимое со всем нашим стеком. Все это начинает устаревать, разваливаться. Короче, какой-то кошмар. Ну, не знаю, как у вас. Я вот постоянно с этим сталкиваюсь. Ну, и к самому языку у меня тоже есть претензии. К самому языку именно JavaScript-у. А вот мне интересно знать, а у вас есть к JavaScript-у какие-то претензии? Вот к языку именно. Ну, что ты будешь? Ну. Я второму не нужен, Бабель. А? Я второму не нужен, Бабель. Ну. Я второму не нужен, Бабель. Ну, не, хорошо, это прекрасно. Да. Ну, там, банально нет никакой ситуации. Ну, и вообще в комбинете нет никакого подхода к апстрахции. Ну, сайд-эффекта, это ее очень интересное. Вот сразу видно, человек шел на доклад подготовленный. Знал, знал, что мне нравится в JavaScript. Нет, кстати, реально важные же вещи там. Правильная работа с ивентами первоклассными, но то, что до сих пор не уже цикл-бэк. То есть, вот, дружокарим себе, я себе. Да, да, да. Ниже-ниже уровня писать на жестоксе можно абсолютно разно. И вообще нет, не то, что и типа подходят, а у каждой команды свой стиль написания. Вот, кстати, да, вот для меня это тоже, например, очень важно. Вы знаете, вот для меня вот в коде, в коде готовой программы вот важны вот эти вещи. Мейнтенобилити, симплисити, радибилити. Короче, вот это вот все то, что влияет вот напрямую на стоимость кодяры, вот когда она уже готова, написана. Стоимость поддержки, это очень сильно влияет вот то, как мы можем прочитать этот код. Да, и то, что код на JavaScript зачастую слишком сложный, ну, к сожалению, это правда. А учитывая то, что там нету статической типизации, значит, его рефакторить трудно. То, что там нигде нету вот сайд-эффектов, никак они не контролируются. Значит, в любом месте там можешь пульнуть куда-нибудь или забрать что-то ивентом, чуть ли не на файловую систему слазить. В общем, моя главная претензия к JavaScript, что мне трудно его читать. А если мне трудно его читать, значит, я буду долго в кодяре разбираться, и, соответственно, дороже стоит поддержка этого кода. Поэтому я начал с самых низов. Я начал выбирать какой-то язык, на котором я бы хотел писать. Для меня было очень важно, чтобы этот язык был в основном функциональный. То есть, ложе скрипт сюда попадает. Он не до конца функциональный, но в основном, например, функциональный. Мне была очень важна статическая типизация. Вот, кстати, кому из вас статической типизации в JavaScript не хватает? О, вы, наверное, все пишете на TypeScript, да? Да? А как вам вообще нравится то, что во второй TypeScript помимо NAL добавили undefined? Да вообще-то, ну, я, например, как бы всю жизнь борюсь вот за то, чтобы в моем, допустим, Java коде или JavaScript коде никогда не было NPE. И стараюсь никогда не возвращать там ни NAL-ов, ничего. А тут, понимаете, помимо NAL-ов еще и undefined добавили вообще ништяк. Поэтому TypeScript для меня стал несколько не тем языком. Еще я очень хотел Immutable Data Structures, потому что это напрямую влияет на понятность исходника. Очень мне хотелось контролируемые сайд-эффекты. Ну, а вот эта вот вещь, pattern matching и destructuring, тоже мне очень хотелось от языка, но не так, как она реализована, скажем, в Scala, в Kotlin. Даже в Closure pattern matching слабоват. Вот, мне хотелось, честно скажу, именно хаскельского pattern matching. Я его чуть позже покажу, почему он мне так нравится. И я пошел в Википедию, да. Еще правильно, с хаскельским pattern matching. И скаловским. Ну, давай я вот, когда мы к кодяре подойдем, я просто покажу, как это выглядит. Там разница чисто синтаксическая. И вот мне кажется, синтаксис вот у хаскеля, он, на мой личный взгляд, красивее. Вот. Ну, Олег, тебе очень нравится скала, я постараюсь не говорить ничего насчет скалы плохого. Но хаскель мне в этом плане нравится больше. Я взял вот списочек языков, которые компилируются в JavaScript и просто стал выбирать. Ну, как я уже сказал, TypeScript мне не понравился из-за того, что там помимо null есть еще и undefined. То есть, ну, совсем. Ну, понятно, что я в результате вышел на Elm или PureScript. Кстати, а вот вам из этого списка какие языки больше нравятся? Может, скала.js? Ну, Idris еще не готов. Ну, он не статически типизированный, поэтому я сюда не вносил. Я хотел статику. Вот кто-нибудь вот юзает, например, Kotlin, который компилируется в JavaScript, нет? А скала.js нет тоже? А Bucklescript кто-нибудь посмотрел? Bucklescript это новый компилятор из OCaml в JavaScript. И он компилирует очень хорошо, но дело в том, что язык очень молодой, во-первых. А во-вторых, вы знаете, на нем плохо реализовать монады. А если вы укусаны Haskell хоть раз, то уже вот без монад как-то жить тяжеловато. Смотришь на этот Bucklescript. Ну, что-то как-то лучше уж. В результате, конечно, я вышел на два языка, на PureScript и на Elm. И стал их сравнивать. Дело в том, что вот сколько я смотрел статей про Elm, все вот очень хвалили, что отличный язык, простой, легкий для понимания. Значит, там прекрасная архитектура, так называемая Elm-архитектура. Это паттерн, который вот они сделали, типа фреймворк, там сигналами передается. Ну, мы посмотрим чуть позже. Я купил эту книжку, которую сейчас автор там, ой, не автор, один из коммитеров в Elm пишет. Вот. И вы знаете, был немножко разочарован. И причина этого следующая. Во-первых, там в Elm тоже нет type-классов. Ну, нет type-классов, нет манат, естественно. Соответственно, более того, они, не знаю, то ли они выпилили, то ли они не добавили, но там практически нет никакого синтаксического сахара. И в результате паттерн-матчинг, скажем, в Elm, да, вот, Олег, в Elm pattern-матчинг, он примерно такой же, как в Scala. Он приблизительно такой же, да, то есть ты там пишешь кейс, пишешь, ну, я буду показывать чуть-чуть как потом, да, но, но он такой, не ум... Вот, я про это и говорю. Но это как раз-таки, ну, минимальный лифт сахар, потому что они гардовы, наверное. Я как раз изложение выберите, да, это нет? Вот, да, 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 ну, но это не единственное. Там, например, нету вот этих вэр, там, ин, по-моему, лет, ин, ну, короче, вот, то есть лет есть вэр. Ну, там вот так вот, если начинаешь сравнивать, там синтаксического сахара, честно говоря, маловато. И поэтому для меня это оказалось таким, ну, неприятным минусом. Я, ну, я стал записывать. Какие минусы, какие плюсы? Ну, смотрю, так, отлично, минус. Значит, а вот в PureScript, например, прекрасный паттерн-матчинг, и вообще там много синтаксического сахара, хорошего. Приятным сюрпризом стала отличная документация, как там и там. Значит, автор PureScript написал книжку, выпустил ее в Линпабе уже несколько лет назад. Его зовут Фил Фриман, и вы можете читать ее бесплатно. Ну, или заплатить 10 баксов, он просит 10 баксов. Вот. По Elm, в принципе, неплохая документация, доступна онлайн, ну, и сейчас в Mining MIP, там есть такая программа, значит, типа, вот вы получаете книжку, она еще не дописана, допустим, три главы написали, три главы получаете. И по мере написания вы можете читать. Ну, и, в общем, сейчас там по этой программе тоже доступна эта книга от одного из коммиттеров Elm. Community. Отличная community есть у обоих языков, и у PureScript, и у Elm. Так что это тоже хороший плюс. А дальше вот есть серьезный минус у PureScript в сравнении с Elm. Значит, если вы скомпилируете программу с ошибкой, да, то Elm вам отдаст прекрасную просто stack trace, прекрасное сообщение об ошибках, вы моментально разберетесь, что там не так. С PureScript ситуация немножко другая, там сообщение об ошибках… Всякие. Но надо признать, что можно бы и лучше. Вот, в этом плане PureScript так себе. Ну, и вот еще одна важная вещь, которая отличает PureScript от Elm, это то, что в Elm… Ну, Elm изначально был заточен под Functional Reactive Programming. Не совсем под чистый Functional Reactive Programming, потому что, вот мы обсуждали, туристы считают, что FRP должен реализовываться на такой концепции, как Eros, которая еще более абстрактная, чем Monada. В общем, Elm реализует не Eros, Elm реализует сигналы, но, тем не менее, это прекрасный фреймворк, но он там один, понимаете? То есть у вас нет выбора. Если вы приходите в Elm, пожалуйста, вот только Elm архитектура, только вот этот набор библиотек, все, никакого выбора. В этом плане PureScript намного более гибок, он позволяет вам выбрать. Есть различные биндинги вокруг реакта, есть там собственные библиотеки. Да вы на крайняк можете на jQuery писать, я, например, так и делал. Берешь jQuery, берешь библиотечку для cookies, берешь там библиотечку для рутинга какой-нибудь, все собрал вместе, не надо фреймворков, можешь писать. Вот. И поэтому, сравнив плюсы и минусы, я с некоторым сомнением так насчитал чуть-чуть больше плюсов и PureScript'а и пошел вот с ним. Вот. Ну и дальше можно сравнить, допустим, технологии, при помощи которых мы можем создать single-page application. То есть вообще там стародавний способ, это наши там деды-прадеды, наверное, на jQuery писали, да, когда состояние хранится прямо в дом, и мы подбираем, ну, состояние прямо из элементов управления. И если нам нужно передать изменение состояния, мы перекидываем это вручную. Ну, то есть, ну, вот так. Вот у нас есть два input'а, email1 и email2, да. То есть мы в одном месте подписываемся на сообщение и потом передаем. Вот. Второй способ – это написать observer, либо использовать готовый. Ну, в любом случае это какой-то observer, да. Значит, можно хранить состояние в дом, можно его извлечь из дома и хранить в модели. Ну и, соответственно, уже на изменение состояния подписываются компоненты. Ну, еще есть вот такой подход реактивный. И, если честно, я до сих пор не знаю, насколько вот, насколько мое понимание реактивности правильное, потому что я пересчитал довольно много литературы, в том числе самую там первую статью, наверное, этого, которая вышла там в 98-м году, про то, что значит реактивный ГУИ. И почему-то вот все как-то по-разному рассматривают. Я буду здесь рассказывать о реактивности с точки зрения архитектуры ELM через сигналы. Ну, Никита меня, если что, поправит, как бы как автор RAM. Да, тоже. Значит, возвращаемся вот к этой штуке. Кстати, вот кто вот так еще… Отлично. Конечно. А может быть кому-нибудь не нравится? Всем нравится? Все, останавливайся, пожалуйста. Ну, тогда да, да. А вот все так делаете, да? Ничего никого не смущает? Ну, чтоб скобок меньше было, надо взять Closure Script, там меньше будет. Вы знаете, для меня, например, вот этот вот подход, он не нравится мне по следующей причине. Мы слишком сильно связываемся между компонентами. Это приводит к спагетти-коду. Потому что, ну, реально, вот посмотрите, реально компоненты связаны между собой. То есть один с другим. Ну, попробуйте что-то поменять в одном месте, там, тут голову тронил, там, извиняюсь, задница отвалилась. Ну, это уже… Вот пример с Observer. Ну, такой, не очень хороший, конечно, но пусть вот просто для демонстрации. Observer. Ну, уже, на мой личный взгляд, лучше, потому что мы немного разделяем, значит, место, где сообщение посылается, да, там, вот, скажем, вот оно здесь посылается, и элемент, который на него подписался. То есть уже какое-то разделение. Опять же, здесь можно подумать, что здесь плохо, что здесь хорошо, но сейчас Никита скажет, что все здесь… Какое-то не разделение, собственно, я ему два серона знаю, что он поставит в виду всем тем, как он… Нет, почему? Декаплинг, потому что у нас… Мы декаплим через Observer, вот он. Не знаю, в смысле, вот он там, знаешь, что у него есть поле вау, и что в него нужно что-то писать. Где? Вот это? Вот, да. Ну, да, ну, это тоже вы знаете. Ну, честно говоря, мне Observer тоже не нравится. То есть у меня это был такой пример, как бы, чтобы показать, что Observer тоже не идеален. И среди прочего, вот если нам тоже надо много компонентов сделать, так мы их все вручную должны подписывать, и просто чтобы запропагетить там один ивент, нужно вот столько вот подписаться. Что, на мой личный взгляд, тоже приводит к замусоренности кода. Ну, я так считаю, что желательно как можно сильнее разделить тех, кто посылает сообщения, и тех, кто их обрабатывает. Ну, и как-то вот, чтобы поменьше спагетти получалось. И вот, значит, в поиске такой технологии, которая просто хотя бы будет, хотя бы немножко лучше, чем JavaScript, простой или через Observer, я пришел к... А, да, ну, в общем, тут уже я и написал. Я хотел, чтобы управляемый стейт был, разделение ивентов и хендлеров, и, значит, чтобы стейт, изменение стейта пропагатились на всех, кто его подписался. Я пришел вот к такому стеку. Значит, PureScript я уже рассказал, почему он мне понравился. А PureScript Pux — это небольшой фреймворк, маленький такой, довольно, который реализует архитектуру Elm. То есть то, что я буду рассказывать про PureScript Pux, оно абсолютно одинаково реализовано и в Elm. А сама библиотека PureScript Pux реализована на основе вот этой вот библиотечки, которая называется PureScript Signal. То есть ты не взял Elm, потому что там только одна архитектура, но взял PureScript и реализовал в нем архитектуру Elm. Не, я не реализован, она готова. Ты взял бы на тему, которая... Нет, смотри, я взял язык PureScript, потому что он мне понравился больше, чем язык Elm. И взял архитектуру такую же, как в Elm. А когда нечестно приписывать Elm мне дал недостатки, что там только... А, нет, так я как бы... Потому что у вас не выпилили сигналы, а здесь видите по еще остатке. Ну, Вот так вот. А, кстати, я не знаю, можно ли сказать, что оно там раньше было, потому что там же были сигналы, а не стрелки. Ну, ладно. Вы знаете, вот из всего вот этого стека больше всего мне понравилась библиотека PureScript Signal. Я, с вашего позволения, постараюсь на ней остановиться, но недолго. Просто она мне очень понравилась. Я вот сейчас даже засеку, чтобы я не слишком много времени потратил. Ну, блин, да я расскажу. Вот. Автор PureScript, это бодил стоки. Вот эта вот девушка, это не демотиватор вот с книжкой гомотоптическая теория типов. Это вот она реально и написала вот эту библиотеку. Так что, пацаны, это довольно унизительно вот это выглядит, но тем не менее, вот девушка, которая гораздо умнее, чем многие из нас, наверное. Унизительно можно выдастся. Ну, это я так. Ладно. Ну, ладно, окей. Так, может, не смешная шутка, да не обращайте им. Так. Вот она реализовала эту библиотеку, и она реализовала ее так, что, честно говоря, ее хочется читать и показывать, потому что Кодяра там очень красивая, на мой личный взгляд. Тем не менее, эта библиотека не реализует стрелки. То есть, нельзя сказать, что вот стрелки вот эти, они реализованы один в один. Если мы посмотрим на определение стрелок, там должны быть обязательно функции для сплита и мержа. Там в ее библиотеке, по-моему, сплита нету, кажется, и поэтому я не думаю, что можно назвать библиотеку стрелками. Это именно сигналы и каналы. А вот как реализована, значит, самая основная функция, ну, в PureScript, он же интегрировался с JavaScript, очень хорошо интегрируется. И вот часть кода она написала на JavaScript, а часть на PureScript. И вот это JavaScript часть, которая реализует функцию make, которая создает сигнал. Вот посмотрите внимательно, что он напоминает. А? Оно? Ну да, да. Смысл такой, что действительно реализация вот этих сигналов, там, и каналов, это, ну да, вот оно реализовано примерно как вот обзерверы, обзерва был. Вот. Однако, надо сказать, здесь очень интересно, вот разделение она провела. Вообще, ей-богу, вот этот вот код, его читать вот и вдумываться, как вот, почему она так вот сделала, блин, вот это было реально интересно. Вот смотрите, сигнал. Foreign Import Data Signal. Это означает, что мы импортировали импортировали тип данных, ну, конструктор данных, да, и вот он создает просто, ну вот смотрите, то есть вот эта вот функция, константа, да, вот она, вот ее тип. То есть мы передаем сюда любое значение, а получаем сигнал, который в Rapid это значение. Сигналы, это неизменяемое там значение, никак не меняются, но прошу еще раз обратить внимание на эту функцию, здесь есть функция set, которая вроде бы изменяет сигнал, и есть функция subscribe, то есть для чего это сделано. Сейчас покажу. Итак, функция constant, она создает, ну, принимает любой параметр и создает сигнал, который в Rapid этот параметр. Вот пример функции map. Ну, она здесь называется mapSign, но там через пару там преобразований небольших это обычный map, то есть по сути это реализация функтора. Что она делает? Вот она принимает старый сигнал, видите, создает на его основе при помощи вот той самой функции make новый сигнал, а какой это будет новый сигнал? Он извлекает из старого сигнала его значение, вызывает функцию на этом старом значении, и вот новый сигнал будет вот с таким значением, то есть в котором функция применена к значению старого сигнала. Ну и что здесь происходит? Старый сигнал подписывает на изменение своего значения новый сигнал. Хотя казалось бы, если это сигнал, и он не изменяем, как что поменять можно? А для этого она сделала такое понятие, как канал. Используется, для создания канала используется ровно та же самая функция make, точно точно такая же, и она создала этот тип отдельный, только лишь для одного, чтобы обозначить, что у канала есть side effect, и что мы в этот канал можем пульнуть какие-то данные. Вот смотрите, как реализовано. Ну то есть вот, вот смотрите, вот foreign import send p, и вот эта функция, то есть вот канал, ну это тот объект, который мы make создали, там есть функция set, помните вот эту функцию, сейчас я ее отверну, вот, вот эта функция set, так, и мы туда пуляем значение в этот канал. Вот, так, я мало рассказывал, а, отлично, уложился даже в 5 минут. Вот такая вот библиотечка сигналов и каналов. На основе этой библиотеки и реализован PureScript Pux. Сам по себе Elm я не читал, поэтому не знаю, как там, но там сигналы были, по крайней мере, когда я читал, ну чем-то похожи. Ну а теперь к самой библиотеке PureScript Pux переходим. Написал ее Алекс Мингоя. Основным, на мой личный взгляд, достоинством этой библиотеки это является отличнейшая документация. Вот все, кто читал, все говорят, блин, это супер, ну подтверждаю. Плюс, надо сказать, что если что в документации непонятно, то кодяра на эти элементы, она тоже достаточно проста в освоении, можно и почитать. Плюсом является опять же то, что реализуется архитектура Elm, сделана на основе PureScript сигнала и является вполне себе полноценным фреймворком. Ну, я не знаю, насколько близко к ангуляру второму, но на мой взгляд, достаточно близко, потому что unmanaged state, выполняет рутинг, передает сигналы и прочее. Ну и вот, если рассказывать про архитектуру Elm, то я бы я бы выделил там четыре таких основных вещи. Я даже не знаю, как можно назвать эту архитектуру Elm, но вот, когда мы говорим про Elm, всегда говорят вот про эти четыре вещи. Во-первых, есть input-ы, это те сигналы, которые пуляются в Elm сразу, ну то есть, например, не знаю, веб-сокеты или рутер или, ну скажем, таймер, то есть, изначальные какие-то сигналы, потому что сигналы можно преобразовывать, как я уже показывал, можно там сплитить, можно фолдить, но изначальные сигналы, они идут отсюда. И изначально есть состояние у приложения, initial state. И две функции. Первая функция это update, то есть она принимает сигнал и каким-то образом изменяет состояние. Но оно его не изменяет, оно создает новое на основе старого и полученного сигнала. И есть view-ха, это, собственно, функция, которая рендерит наше приложение, на основе своего состояния. Вот пример из документации к библиотечке PureScript Pux. Я хочу показать, насколько здесь просто сделано. Смотрите, вот состояние приложения у нас обозначено типом int. Ну, мы обозначили, что это state, просто, чтобы вот не передавать везде int, чтобы мы знали, что это state. значением сигнала у нас будет являться одно из значений типов action, либо increment, либо decrement. Функция update. Вот, она принимает какой-то action, state, и возвращает на основе action и state новый state. Вот я хочу сейчас показать разницу в pattern matching. кстати, вот Олег, смотри, ты меня спрашивал, в чем разница. Вот как раз это тот топ-левел, который мне так вот сильно не хватает в других языках. Вот здесь вот мы пишем, смотрите, update increment count, да, это означает, вот это, это типа как формула, мы пишем, что если в функцию update пришел, пришел action со значением increment и state, который мы привязали к переменной count, то есть тут у нас деструктуризация, то мы возвращаем count плюс один. Второй раз мы делаем update с декрементом, ну и соответственно вот так. Это отличается от того, что есть, скажем, в Scala или в Kotlin тем, что там мы вынуждены писать, например, кейс и в кейсе разбирать, а здесь мы пишем прямо в топ-левеле, то есть как формулу записываем. Вот эта функция, это функция отображения состояния приложения на значит, ну на HTML, то есть мы принимаем state, а возвращаем HTML action. Вот, кстати, в Elm, да, я пытался разобраться и так и не понял, есть у них там сайд-эффекты или нет. Вот у них есть тип command и есть тип HTML. а что это монада или сайд-эффекты, ей-богу, непонятно. Вот, а здесь все четко, если там монада, она будет обозначена как монада, то есть сайд-эффекты будут видны. Вот, ну, в данном случае, а я даже не помню. И вот, смотрите, вот это, вот эти вот маленькие четыре строчки по сути являются той самой Elm архитектурой, которую я и собираюсь сегодня показать в маленьком клоне твиттера. Как initial state мы задаем изначальное значение 0, показываем функцию update, показываем функцию view и никаких изначальных input-ов у нас нет. Конечно, когда у нас приложение побольше, состоит из нескольких частей, нужно как-то выполнять декомпозицию. Например, у нас вот есть клон твиттера и тогда у нас может быть следующая ситуация. Вот, смотрите, основной модуль у нас application, да, у него будут для рутера какие-то свои сигналы и для этого же рутера хендлер на эти сигналы. если мы переходим на какой-то URL, кто-то должен это обработать. Вот у него есть. Есть у нас две странички homepage и tweet page. И для каждой этой странички есть свои сигналы, свой state, свой view и свой update. Ну и сейчас я покажу, как это выглядит в коде. и кажется, все будет. Значит так, давайте я покажу само приложение сперва. О, гламурненько. Ну вот смотрите, изначально эти значения подгружаются из JSON при помощи Ajax. Сюда можно создать tweet, допустим. вот tweet создается, его можно посмотреть. Вот такое простенькое приложение. У нас тут два экранчика, вот этот экран home, а вот это экран tweet. Ну и вот смотрите, значит, как реализовано это. Так, видно, вообще не видно, что сделать. Может тему поменять, не знаю. Видно? Значит, смотрите, вот как выглядит у нас основная функция. Вот та самая Elm архитектура, вот она. Ее тут, как видите, четыре строчки. Ой. Ну и если посмотреть на остальное, смотрите, вот это router, то есть мы задаем здесь маршруты. Вот что мне, кстати, нравится в таких языках, как PureScript или Haskell, мы это все, вот видите, мы создаем для каждого рута свои типы. Home, Tweet, New, Tweet, а уже вот этими вот штучками мы задаем ну разбор строки. Так. Меньше смайлик. Ну, в общем, при помощи вот этих штук мы задаем рут. Я конкретно с этими функциями не разбирался, но вот это, например, это объединение, то есть два рута объединяются при помощи вот такого знака. Полный рут с эффективом при вас слышите аппликатив, там же и меняется в ОР, это просто аппликативный ОР? Вот по-моему, это аппликативный, да, но я сейчас не могу сказать, потому что я, честно говоря, с самим рутером, я поленился разбираться, так как он как-то пошел работать, а я полез изучать PureScript Signal, мне там больше понравилось. вот, ну это там можно в библиотеке посмотреть или в документации. Значит, вот смотрите, как выглядит хендлер. Вот тип хендлера, да, мы принимаем экшен, экшен это тоже мой собственный тип данных, который я просто объявил, чтобы хоть как-то обозначить там, какие у нас могут быть экшены. Итак, он принимает экшен, стейт приложения и возвращает какой-то апп хендлер, вот этот, мой, ну апп хендлер это тоже мой тип данных, я позже его могу показать. Ну и вот допустим для рутов, да, если у нас приходит, если у нас приходит сигнал со значением page view и какой пейдж мы открываем, home, да, значит мы в стейте, во-первых, мы меняем root на тот, который у нас есть получается на home, вон там, и, ну, переходим на саму страничку, то есть я перерендерю, получаю там данные при помощи джессона, сейчас я покажу где это, и перерендерю, значит если я допустим перехожу на страничку tweet new, то есть то же самое происходит, видите я просто меняю в стейте, я меняю root на который я перехожу, изменяю какое-то значение, состояние моего приложения и передаю это в функцию для обработки, а вот еще соответственно некоторые акшены, да вообще-то, да, кстати, я ночью писал, сори, ну вот, а вот это тоже вот мне очень нравится здесь тоже в pure script books, как вот это сделано, да, вот приходит home action, я уже сказал, что у нас есть экшены root, ну, root, есть экшены от странички home, есть экшены от странички tweet, вот здесь вот у экшен, у странички home есть, по-моему, 2 экшена, у странички tweet есть 3 экшена, но мне здесь без разницы, какой из них экшен пришел, я просто передаю этот экшен дальше в хендлер на ту страничку, где он знает, как его обработать и все, то есть тут бекаплинг очень серьезный, я вообще не без разницы, что там происходит, кто послал, куда послал, кто-то пульнул сообщение куда-то, вот как это звучит, и аналогично выглядит вот функция, которая рендерит состояние нашего приложения, то есть она, вот эта функция, она по сути реагирует только на изменение root, а как только маршрут поменялся, мы вызываем соответствующую функцию для рендеринга, ну и вот на примере странички твита я сейчас покажу, как выглядит что-нибудь, вот, ну, например, вот у нас хендлер, который обрабатывает экшены со странички твит, так, сейчас подсвечу, секундочку, вот тип данных, да, он принимает твитэкшен, принимает состояние приложения и возвращает некий апхендлер, вот здесь вот, вот эта вот штука, да, она выглядит сложно, но на самом деле здесь это очень просто, это просто структура данных, я беру старый стейт, вот, это старый стейт, да, и просто изменяю, то есть я добавляю в поле, в поле твит стейт, я добавляю новый твит, вот он такой, конечно, можно было бы вынести в какую-то функцию, чтобы было красивее, но я не думал, что у меня на экране здесь все поместится, и поэтому прям вот имплейс решил, да. Вот это? EFF? Ну, в общем, я там поленился, короче, делать вот здесь, вот смотрите, вот у нас есть аппликашн хендлер, да, вот он возвращает, то есть он принимает экшн, аппликашн стейт, а возвращает аппликашн хендлер. Аппликашн хендлер у меня реализован вот следующим образом, вот он, то есть он принимает эффекты ajax, консоль, изменение строки адреса, и вот, то есть в принципе, да, возможно, что на каждой страничке можно было бы сделать свои собственные сайд-эффекты. Тогда был бы так чек-проверка, что ты в твит в хендере не можешь вернуть что-нибудь в нюхтон. Абсолютно верно, и это очень хорошее замечание, я считаю, что возможно, так и стоило бы сделать, в тот момент не задумывался. Но спасибо за идею. В данном случае я возвращаю общий для всех сайд-эффект, и вот он так выглядит. Итак, возвращаемся к хендлеру. Вот хендлер, смотрите, при помощи паттерн-матчинга мы можем обработать все сообщения, которые к нам приходят. В данном случае, например, если мы создаем новый твит, да, и вот сюда вот мы записываем любой там текст. Вот это, этот компонент посылает сообщение message changed. И вот здесь, смотрите, я реагирую на как раз это сообщение, изменяю значение твита. Если я нажимаю на кнопочку create, вот сюда, соответственно, да, будет послано сообщение create. Я не знаю, кто его посылает, откуда, я просто знаю, что в этом хендлере может прийти вот сообщение такого типа, и в этом случае я каким-то образом реагирую. вот почему мне тут так нравится вот pattern matching и такое разделение между хендлерами и отправителями сообщений. Ну, а здесь, соответственно, вот так выглядит описание странички. Обычный DSL для HTML, такой, как вот во многих языках есть. Да. Да. Ну, нет, он будет компилиться, потому что я в тот момент написал вот этот вот дефолтный хендер, а потом сверху стал добавлять эти самые. А он у меня остался. Ну, вообще, да, надо удалить. Вот так будет правильно. Вот такая вот архитектура ELM. На мой взгляд, она очень хорошая. Ну, не моя конкретная, а именно архитектура PureScript Pux. И она мне позволяет, на мой личный взгляд, выразить идеи в коде более гибко. и, значит, код, на мой личный взгляд, выглядит более простой и лучше годится для поддержки. Соответственно, он дешевле. Вот примерно все, что я хотел сегодня вам рассказать и готов ответить на вопросы. Патролить меня можете тоже. Давай, Никита. Да. Да. Можно Guan